Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставиться лайки. Ну что, сегодня у нас данные по Nonfarm Parals, долгожданный отчет, который мы ожидали не только в формате этой недели, но даже дольше, поскольку понимаем, что Nonfarm – это один из толпов, на которых выстраиваются решения Федрезерва по ключевой процентной ставке. И поскольку уже много раз были даны сигналы от Федрезерва, что сейчас ВРС больше поглядывает именно на рынок труда, а не на инфляцию, отсюда ранее сделали выводы, что рынок будет крайне чувствителен к этим отчетам. И я в этом не занимаюсь, друзья, потому что до конца текущей торговой сессии нас ожидает очень серьезная волатильность. Обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, потому что только вы знаете, какой порог терпимости приемлем с учетом ваших возможностей и ваших аппетитов по профиту на финансовых рынках. Мы продолжаем держать руку на пульсе, следим тоже за этим релизом. Я очень хочу сегодня, честно говоря, увидеть слабый отчет, потому что в целом вижу предпосылки для того, чтобы американский рынок труда испытывал объективные проблемы. И от этого зависит, опять же, масштаб будущего снижения процентной ставки. Я сторонник идеи того, что до конца этого года, например, в ноябре, американский регулятор может согласовать снижение ставки на 50 байсных пунктов. Это как раз идеальные условия для того, чтобы доллар после коррекции, которая последовала с начала этой недели, все же перешел к развитию нисходящей динамики. Протестировал уже уровень 100 и перед выборами в США оказался ниже вот этой психологической планки 100. В целом, эта неделя действительно была результативной для доллара. Мы вчера отметили, что были факторы технические, были факторы и фундаментальные. Это риторика Паула на экономическом форуме в Нешвилле, где он с осторожностью обозначил перспективу более агрессивного снижения ставки. Якобы есть еще опасение, что инфляция может выйти из-под контроля и снова начать демонстрировать восходящую динамику. Может быть, какой-то элемент лукавства был в этом, потому что в целом от других чиновников Федеризерва я вообще не слышал отсылку на то, что инфляционные риски в американской экономике сейчас и руководством ФРС рассматриваются как серьезные проблемы, с которыми нужно бороться. А вот то, что американскому регулятору сейчас лучше сфокусироваться на проблемах рынка труда, вот здесь об этом говорят все. И отсюда, опять же, и ожидание, что если для американского регулятора такое большое значение имеет рынок труда, сегодня реакция на этот отчет будет крайне острой. И мы увидим мощные движения, которые будут продолжаться прямо до закрытия текущей торговой сессии. Прям не удастся расслабиться. Из других отчетов, вчера еще улучшил отчет АСМ в сфере услуг США. Хороший показатель, рост с 51,5 до 54,9. И я готов признать то, что поскольку сфера услуг генерирует значительный вклад в общие показатели ВВП, эта статистика несколько нейтрализовала эффект слабых данных АСМ производства сектора, который мы разбирали в начале этой недели. Но все равно, в сути дела, это не меняет. Нам нужно дождаться уже данных за третий квартал по ВВП. Но предварительно нам нужно сегодня переварить данные по Non-Farm Parallels. Количество новых рабочих мест в прошлом месяце составит 140 тысяч. Это новые рабочие места, которые были созданы в американской экономике. Это несколько ниже, чем два месяца назад. И 140 тысяч – это очень низкий показатель для американской экономики. С точки зрения макроэкономической теории считается, что показатель является нормальным, если мы видим по американской экономике прирост больше, чем на 210-220 тысяч. То есть, по сути, сегодня по ожиданиям экспертов цифры будут гораздо ниже. И я вообще считаю, что по факту, когда выйдет этот отчет, фактически показатели могут оказаться даже ниже ожиданий рынка и прогноза, которые я озвучил. Что касается уровня безработицы, темпов роста средней заработной платы, здесь без изменений. Безработица, скорее всего, так и останется на отметке 4,2%, средней заработной платы 3,8%. Предварительно у нас были относительно слабые ДП и слабый отчет по первичным заявкам на пособие по безработице, где был зафиксирован прирост их числа со 219 тысяч в две недели назад до 225 тысяч на прошлой неделе. И это тоже как бы предпосылка немножечко еще повариться в теме «Есть основания для плохого отчета». Поэтому в целом я рекомендую, наверное, быть реалистом, друзья, допустить то, что выход слабых данных весьма вероятен. Он может стать причиной распродажи индекса американской валюты. Если что-то пойдет не так, и в итоге мы увидим удивительно хороший релиз, который даже не знаю, как и чем можно будет объяснить с точки зрения фундамента, ну, придется подстраиваться к рынку. Мы об этом поговорим с вами в начале следующей недели. По золоту 2,660 долларов за тройскую унцию сантимент начал меняться. Сейчас распределение между покупателями и продавцами 40,60. То есть меньшинство в покупках. И я, друзья, все-таки принял для себя решение, поскольку я практически фанатично настроен в отношении роста золота, что сегодня перед выходом данных по Non-Farm Perils может быть глупо рисковать, но я все-таки рискну. Я открыл длинную позицию в расчете на то, что золото снова попробует обновиться исторически и максимум. Буду держать эту позицию до начала следующей недели, до следующего его аналитического брифинга, где прокомментирую, собственно, результаты. Доллар иена 146,40. Здесь планы немного изменились. Мы рассчитывали на то, что, ну не только мы, очень многое историйского сообщества, на то, что новый премьер-министр Японии Исиба будет отстаивать политику борьбы с обесцениванием курса национальной валюты и будет поддерживать идею разгона ключевой процентной ставки. Но, судя по последним данным, новостям, которые обсуждают на рынке, после встречи Исибы и Уэды, это глава Банка Японии, были сделаны заявления о том, что в текущей ситуации японская экономика не очень-то готова к тому, чтобы Банк Японии дальше повышал ключевой процентную ставку. Но министр экономики тоже подтвердил, что ужесточение политики сейчас вот на ближайших двух заседаниях мало вероятно. Ну, хотя они признали, что уровень процентной ставки 0,25 в Японии сейчас ниже, скажем так, мировых стандартов. И есть пространство для того, чтобы предпринять какие-то дополнительные действия, но уже в будущем. Почему-то новый премьер-министр видит сейчас для японской экономики проблему дефляции как основополагающей. Я с этим абсолютно не согласен, но, с другой стороны, кто я такой. Я не настолько, может быть, владею всей информацией, но, судя по тем данным, которые мы получаем, как по общей национальному показателю потребительских цен, что по токийскому индексу потребительских цен, дефляции пока там и не предвидится в ближайшее время. А вот то, что инфляция может существенно долго уже удержаться выше целевого ориентира, вот это уже, мне кажется, более очевидная проблема. Ну, ладно, друзья, есть то, что есть. Если японский регулятор пока не намерен ужесточать монетарную политику, мы можем отказаться от риторики того, что пара доллар-японская иена будет, соответственно, снижаться на основании идеи ужесточения японской монетарной политики. Здесь нужно сфокусироваться именно на идее потенциала ослабления именно американского доллара, но нужно получить доказательства железобетона этого. Поэтому следует сперва дождаться данной по Nonfarm Perils, чтобы повторно уже перезаходить в сделки по доллару и иене. По другим валютным инструментам без изменений евро против доллара, если будет тестирование отметки 1.10, друзья, воспользуйтесь этой возможностью. Очень хорошие перспективные покупки на долгосрок. По британской валюте коррекция на фоне укрепления доллара. Сейчас котировки 1.31.30. Если каким-то чудом подойдем к уровню поддержки 1.30, это будет такой же хороший уровень для входа, как по паре евро-доллар. И что касается рынка нефти, 77 долларов за баррель, я пока что все еще делаю акцент на рыночный сантимент, хотя немного уже признаю значимость влияния ближневосточного фона, особенно после того, как США подтвердили, что Израиль реально готовит полноценный авиаудар по храну. И это, возможно, случится уже в самое ближайшее время. Надеюсь, что до этого не дойдет. Если все-таки будет такой виток эскалации, то тоже придется подстраиваться. Но пока до начала следующей недели я за идею разворота котировок, даже с учетом хотя бы пятничного эффекта после того ралли, который состоялся в рамках текущих пяти дней. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.